У Черноморца небогатый опыт выступлений в европейских турнирах. Олимпиакос неизменный участник. Не думаю, что греческая команда недооценила соперника. Тренер Олимпиакоса Олег Блохин, Геннадий Литовченко и Олег Протасов, играющие там, наверняка дали информацию о Черноморце. Вероятно, на игру хозяев повлияло неудачное начало. Первая же атака одесситов оказалась результативной. Были нарушены правила и после штрафного вратарь Греков не удержал мяч и сак добил его в ворота. Времени у хозяев поля было достаточно, однако они заторопились, в их действиях было много сумбурности. Нельзя сказать, что у Черноморца все было надежно в обороне. Она допускала ошибки. Однако греки ими не воспользовались. Заслуга в этом в вратаре одесситов. У хозяев поля выделялся Литовченко. Протасов же был плотно прикрыт защитниками Черноморца. Конечно, одесситы были готовы к атакующей игре соперника и грамотно построили оборону. Ничего страшного, что в нападении команда сыграла не столь ярко. Будет еще ответный матч, где можно проявить себя. Хотя, одержав победу со счетом 1-0, Черноморец у себя дома может и не рисковать. В конце концов, Олимпиакос должен отыгрываться. Задача у подобеченных Олега Блохина не из легких. После удара Литовченко мяч попадает в перекладину. В общем, Черноморец удачно.